МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сердце сжималось, падало. Как? 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 Как я без них? Как??" Уже рациональная мысль о том, что с этим придется жить дальше. Детей представляла не такими, какие они есть, а такими, какие они на фотографиях, которые мы предоставили для поиска. Мама никогда не перестанет искать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три года назад мы снимали вот этот большой дом для нашей большой семьи. Я старше из восьми детей. Получается, два брата и пять сестер. У нас в семье, получается, два моих родных брата, я третий мальчик и две девочки родные. Три приемные. Да, такая вот большая семья. У нас сейчас семейный детский сад по программе для многодетных семей. Это позволяет маме находиться дома, воспитывать детей и одновременно получать зарплату. До появления такого количества детей я работал в офисе. Был дизайнером макетов для разных полиграфических нужд. Из офиса пришлось уйти в связи с тем, что надо было помогать с детьми. Через подрядчиков я продолжаю, собственно, заниматься тем же. Есть ресурсы родительские. Как-то уже привыкли к детям. Они как-то органично встраиваются в жизнь, в семьи. Представьте себе археолога, и это будет Тимоша. Это человек, который может найти что угодно, где угодно. Он просто идет и находит вещи. То есть найти в парке медаль за третье место какой-то греко-римской борьбы, это для него в порядке вещей. А Гришка — это такой инженер. Он обожает все разбирать, все собирать. Это всегда неуспешно, но это уже издержки. В городе, конечно, сильно тяжело. С таким количеством детей выезжать совершенно необходимо. Мы гостили у друзей. Это СНТ, который стоит в лесу. Прямо по опушечке вокруг СНТ ходили. А дальше мы знали, что огромный лесной массив, который соединяет, по-моему, даже две области. И здесь как раз потерялись наши мальчишки. Этот день, да, начался с того, что мы проснулись и поняли, что нам надо в магазин. Риш с Тимошей вызвали съехать с нами. А пока мы собирались, им было скучно. Они сказали, можно мы пойдем к соседним домам, собираем там малину. Мы попросили взять телефон, они поставили его на зарядку и как-то ускользнули мимо нас, не взяв телефон. И вообще нам не показавшись. КОНЕЦ Что-то случилось, если они не могут отозваться или не могут вернуться домой. Как обычно бывает, потом жалеешь, что что-то не ты сделал. Или что-то не внимательно, что надо было сделать. Надо было их поискать, надо было подождать. В 12 в начале 1-го мы уехали, где-то в 3 мы позвонили старшему и спросили, где дети. Я не знаю. Попросили его, иди, пожалуйста, поищи по участку. Он перезвонил, сказал, что ребят нет. Как только мы приехали, я сразу побежала вокруг СНТ их звать. Фантазия напуганного родителей, она может преподнести вообще любые сюрпризы. Там один провалился, второй полез его доставать, упал тоже. Что их там кто-то мог похитить, схватить. Что там вот какие-то сразу ужасы. До этого мы уже знали, что есть такой отряд Лиза Алерт. Поисково-спасательный отряд Лиза Алерт назван в честь Лизы Фомкиной. В 2010 году с поиска этой пятилетней девочки началась история отряда. Более 500 добровольцев вышли на поиск Лизы Фомкиной и ее тети, которые заблудились в лесу. Поиски продолжались 10 дней. К сожалению, их нашли погибшими. Добровольцы опоздали всего на сутки. У нас в отряде нет сотрудников. Все люди, которые занимаются какой-либо деятельностью в отряде, все волонтеры. Волонтеры – это добровольцы. Это люди, которые по собственной воле, по собственному желанию приехали на поиск. И ищут человека, выполняют задачи совершенно бесплатно. Поиск, с которого началась история отряда, поиск Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево во многом закончился трагически, потому что ребенка достаточно долго никто не искал. И сейчас такая ситуация уже невозможна, спустя почти 9 лет. Почему мы просим всегда, как можно раньше обращаться к нам? Почему мы просим нам звонить сразу, как только человек потерялся? Во-первых, он еще не ушел далеко. Во-вторых, еще не ушли далеко свидетели, которые его видели. В-третьих, может даже собака взять след. В-четвертых, если речь идет про город, то гораздо проще найти записи на камерах. В общем, это все факторы, которые, естественно, упрощают поиск и ускоряют нахождение человека. Сразу после прихода заявки мы начинаем собирать информацию. Чем больше мы соберем информации, тем меньше надо будет группам ходить по местности и искать. Вся информация направлена на то, чтобы сузить круг поиска. Первым на место поиска, естественно, приезжает координатор. Далее начинают съезжаться люди. Они отписываются на форуме, что я еду, готов там кого-то захватить. Еду оттуда-то, выезжаю в такое-то время. Кто-то из них везет оборудование, кто-то из них везет ориентировки. Кто-то из них везет, например, оперативного картографа, который будет сидеть в штабе. Перед началом поиска картограф делит местность на квадрат. Каждая поисковая группа получает свой квадрат для поиска. Довольно непросто себя реализовать многим людям в реальной жизни. А здесь ты можешь каждый вечер выйти из офиса, сесть в машину, в которой у тебя уже режет рюкзак. И ты выезжаешь на поиск, кто-то все это надеваешь, и ты становишься кем-то совершенно другим. Возможно, ты становишься тем, кем ты мечтал стать в детстве, человеком, который будет совершать какие-то подвиги, кого-то спасать. Мы знали, что можно обратиться за помощью, но что нам придется это сделать, мы никогда об этом не думали. Где-то пол четвертого, ближе к четырем, мы поняли, то есть уже начали звонить. И после этого с нами на связи постоянно был координатор. В начале шестого приехала сразу полиция, сразу детская комната милиции, органы опеки. Когда приехал криминалист и сказал, что так он кому-то из коллег сказал, но я это услышала, что они возбуждают уголовное дело о двойном убийстве. Я поняла, что поскольку двойное убийство, и чаще всего близкие люди являются виновниками в совершении таких преступлений, мы первые подозреваемые были. Стали меня расспрашивать про состав семьи, где мы живем, чуть ли не как мы детей воспитываем, перечислите все даты рождения. Я как автомат сидела, вообще не понимая, зачем мне все это делают. В тот момент для меня это было совершенно непонятно, и когда мы начали звонить уже нашим знакомым и родственникам, сообщать, что ребята пропали, и они приехали к нам на помощь, они еще по телефону сказали, ребята, вам может понадобиться адвокат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то примерно в этом районе был куст, его сейчас нет, малиновый. Здесь куст, и около куста стояли чашки. А в чашках грибы. Плакать хотелось. Поменяли детей на чашки. Какие-то, я не знаю, листные силы. И потом еще вот эта вот мысль, что здесь велосипеды грибы остались, наводила на то, что, может быть, с ним чего-то случилось прямо здесь рядом. Может быть, с ним чего-то случилось прямо здесь рядом. Вот они через эту калитку как раз... Видимо, они там оставили чашечки и через эту калитку бегали за грибами. А замок? Ни корзинки, ни пакета не было. Они брали пару грибов, приносили и обратно бежали в лес. Ну, люди видели, что они туда-сюда бегали. Вот. А грибов было просто тьма. Вот еще был день, и вот уже начало темнеть. Человека 3-4 нас, вот соседей, ходили по лесу. В какой-то момент появились им честники. Женя звонит, вот Андрей, приехали, приехали за алерт, вот в лес уже пошли первые люди. Где-то часов 6-7 стали приезжать волонтеры. Я видела, что людей все больше. Это дарило надежду. На въезде в СНТ, прямо вот на самом въезде, на щите, висела ориентировка на ребят. Их вообще везде развешали по районам. По-моему, на столбах, на электрических тоже были ориентировки. А штаб Лиза-Алерт располагался вот прямо у забора. Вся дорога была уставлена машинами волонтеров. А вот здесь стоял шатер или палатка. И здесь постоянно присутствовал координатор. Я очень хорошо помню, как я эту заявку увидела. Поступила она около 6 часов вечера. Заявка сразу получила статус срочной, поскольку это дети. Дети в природной среде – это всегда для нас приоритет из приоритетов. Дети ушли из дома в лес около часа дня, по свидетельству родителей. С одной стороны, это не такой большой вроде бы срок, около 5 часов. Но для нас это крайне вообще важно каждая минута, потому что, естественно, чем больше времени прошло, тем дальше дети ушли. И вообще фактор времени в поиске играет всегда определяющую роль. То есть, когда заявка пришла к нам на первые сутки, вероятность найти человека живым составляет до 95%. Если заявка у нас появилась на третьи сутки, то вероятность уже падает до 50 и ниже. Когда мы ищем человека, который с нашей точки зрения еще может двигаться, может отзываться, мы работаем на отклик. То есть мы ходим по лесу, выкрикиваем имя пропавшего и ждем, когда слушаем его отклик. Они пытались получить у нас очень персонализированную информацию о каждом мальчишке. Как вы зовете ребят ласково? То есть если мы, например, Григория часто зовем Гришута, чтобы они могли звать его в лесу вот этим уменьшительно-ласкательным именем, чтобы ребенок понял, что именно его ищут. Лисы – это тактический группа поисковиков, которую мы формируем в одной лисе, как правило, от двух до пяти человек. Когда мы ищем детей в природной среде, у нас обязательно в поисковых двойках ходят женщины. И именно они выкрикивают имя ребенка. Гораздо большая вероятность, что он отзовется, чем если идет взрослый дядька и кричит на весь лес басом. «Петя!» Вот это может ребенка напугать, и он затаится. Мы кричали имена Тимоша, Гриша, и слушали отклик. В течение минуты мы прислушивались, как нам положено по инструкции. Один раз мы вдруг услышали, как будто какой-то звук. Но, к сожалению, это была какая-то, я не помню, там, может быть, птица, может, что-то еще. Вечером стала собираться гроза. Мне было дико страшно. Я очень боялась, что они испугаются. Я представляла себе, как они там под мокрым кустом каким-то сидят. Время от времени начинался дождь. Думаешь о том, каково сейчас в этот момент детям, которые были одеты в летнюю какую-то прогулочную одежду, совершенно не предназначенную для ночевки под дождем в лесу. Если дети в мокрой одежде, очевидно, что они могут получить переохлаждение, особенно если температура хорошо упадет. В первом часу ночи, когда приехали кинологи, с одним из них я и пошел. Был очень такой страшный момент, когда собака пришла к озеру, к небольшому болотистому озеру, рядом на краю СНТ, и четко шла постоянно в воду. На что кинолог сказал, что так она ведет, если вода тут зашел. В какой-то момент зазвучала сирена, и мы просто были в шоке, непонятно куда идти. То есть сирена звучала ото всего. Слышала, как ребята из отряда переговаривались между собой, но так тихонечко, чтобы меня не пугать, но я как-то услышала, что обычно эта сирена сильно мешает поискам, потому что люди пытаются идти на сирену, и порой идут еще глубже, и они не могут договориться с МЧС, чтобы сирену выключили. Звук в лесу может распространяться очень хитрым образом. Если там неоднородный рельеф, он может как-то отражаться, то есть потерявшийся может вообще пойти не в ту сторону. Это раз. Во-вторых, если сирена работает ночью, мы вообще категорически не рекомендуем идти на сирену, потому что человек без фонаря травмируется моментально. Я когда мимо пустой кровати проходила, у меня каждый раз просто сердце сжималось, падало. Как? 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 Как я без них? Как? И какие-то особенности, которые раздражали в детях порой, или там доставляли дискомфорт, например, один страшно болтливый, я думала, как я буду жить без его вот этого вот постоянного болтливости. Другой постоянно притастил какие-то природные материалы. Думаю, а как же так? Кто же еще нам в дом принесет какую-нибудь шишку? Я детей потерял, почувствовал это уже когда сам шел в лесу с отрядом. У меня сердце упало, уже рациональная мысль о том, что с этим придется жить дальше. И эти улыбающиеся лица уже вот даже детей представляло не такими, какие они есть, а такими, какие они на фотографиях, которые мы предоставили для поиска. Вот они постоянно всплывали передо мной, и как уже прошлое. Родители я увидела уже, когда уезжала с поиска. Это было часов, наверное, в пять утра. И я сразу поняла, что это они. К тому моменту там уже было просто все заставлено машинами. Стояло огромное количество полицейских машин. И вот как раз где-то в стороне слева стояли, я поняла, что это мама и папа. Они стояли так крепко обнявшись. Я бы даже сказала, что папа скорее держал маму. И смотрели на каждую машину, которая уезжала. И вот этот взгляд, который прожигает дыру в затылке, это очень трудно забыть. Я очень боялась, что люди перестанут приезжать, что волонтеров станет все меньше, люди устанут, и мы останемся один на один с нашей бедой. И в какой-то момент уже начал думать о том, как будем жить без них. Это какой-то растянувшийся во времени ужас. Я сидела еще перед калиткой, потому что у нас очень плохая связь была. Я нашла место, где у меня телефон хоть как-то брал. И вдруг раздался звонок. Я сидела еще перед калиткой, потому что у нас очень плохая связь была. Я нашла место, где у меня телефон хоть как-то брал. И вдруг раздался звонок. Я услышала голос Тимоши. И в этот момент все, все... Все слилось в секунду. То есть я поняла, что один есть. Одного я обрела, и я первая, что просто начала ему кричать в трубку, Гриша с тобой, Гриша с тобой. Говорит, да. И все. И в этот момент снова звуки краски. Все, найдено, найдено. Мальчишки есть. Все, я мама. Я мама этих двух мальчишек. Не мама погибших детей. Женя позвонила и коротко сказала, что ребята нашлись. Связь совершенно отвратительная была. Я с трудом понял, что дети нашлись. И мы поехали домой по пути, срывая уже ненужные объявления, которые оказались даже в другой области, в другом районе. План был такой. Там же калетки, почему СНТ, раскиданы в их лес. И вот около одной были по обоих сторон огромные малины. Там такая малина была огромная. Нас попросили собрать эту малину. Каждая дача была просто собрать полные лукошки, и все. Я зашел в лес, нашел прямо около калетки, там росли грибы много. Там мы оставили свои велосипеды и грибы. Нашли какую-то часть грибов, и нам захотелось найти еще. Мы шли минут 15 и просто искали грибы, пока не откнулись на поляну. Огромную поляну лисичек. А вот когда мы уже собрались, мы поняли, что направлений-то много. Нам надо было пойти наискосок, а мы пошли прямо. Максимум час мы затошли. Вышли к другому СНТ. Там молодой человек на участке работал, просили подойти. Мы из СНТ лужок, как туда-обратно попасть. Сказали, что нам надо вон туда идти. Он просто показал направление рукой, и мы пошли. Какое-то время мы блуждали и ушли в другом направлении, в незнакомом местности. Уже начало темнеть. Мы шли, шли, но потом Тима решил, что надо где-нибудь спрятаться, потому что не идти же всю ночь. Когда начался дождь, мы стали искать укрытия, потому что появилось чувство дискомфорта. Я очень боялась, что они испугаются. Я представляла себе, как они там под мокрым кустом каким-то сидят. Мы не знали, в чем они были одеты. На мне были босоножки, шорты и малька. На мне штаны и кофта. Он реально так же, как и сейчас был одет. Мы нашли какой-то куст, под ним сидим, слышим мигалки. То есть, как полиция мигает, но непонятно, куда идти, потому что здесь слышно, как мигает, здесь слышно, как мигает, здесь, со всех сторон. Было темно, очень холодно, ветрено и страшно. Плакали немного. Началась небольшая паранойя про звуки, что вот кто-то подходит, вон дерево упало. Ночью, там, что это земля, мы не привыкли спать на земле, у нас было 7 килограмм грибов. Мы чисто рассудили, что раз это лисички, а в них нет червяков, решили на них поспать. Мы высыпали грибов, а грибы оказалось, что они не очень мягкие, ну, в общем, а там было бревно. Я лег на бревно, а Тима на мой рот, но мне так было теплее, я сам его попросила. А проснуться было тоже легко, потому что было холодно. Шли люди, ты сказал, Тим, там люди, грибники нас не услышали. Пока я осмыслилась и поняла, грибы, они уже ушли. Мы их чисто потеряли из виду. Когда мы шли, вот, ну, встретили лисника, который собирал грибы, он сказал, что вам надо идти, чтобы сон светило в правый глаз. Собственно говоря, так мы и пошли. Было очень много крапивы, хотелось бы скорее добраться домой. Мне бы очень хотелось встретить этих людей, спросить, что у них в голове было, не для того, чтобы обвинить или предъявить какие-то претензии, просто спросить, как, вот, что, что вас могло навести на мысль, что все в порядке, что они дойдут, что они смогут идти так, чтобы солнце светило им в правильный глаз. Почему не дать позвонить, не подсказать, как правильно действовать. Мы увидели, что вместо не просто просвет в деревьях, а еще и контуры домов. Вдруг, ну, на пороге появилась девушка, которая спросила, кто мы такие, почему так одеты, и какие, и сколько уже ходим в лесу. А мы ответили, что мы потерялись, ходим уже второй день. Она сказала, что это вас искали. Я сбегаю на этот участок к средобурной женщине, которая их накормила чем-то, чем-то одарила, и вижу две довольные мордочки, обкусанные комарами. У них в подоле лисички живые, потрепанные. Гринька, по-моему, начал плакать, он так прижался, мамочка, я так рада, так скучал, я так боялся. Вы бы нас искали, вы бы нас все время искали, вы бы не перестали нас искать. Говорю, дети, никогда, мама никогда не перестанет искать. Для меня был самый радостный момент, когда я приехал домой и понял, что все хорошо. Все такие обиды, разногласия, которые были, потому что часто ссоримся, какие-то такие бытовые, мелкие, вот все это просто наплевать. Ты видишь эти две улыбающиеся морды от того, что они тоже себя видят, и это такой апофеоз братской любви был, который, наверное, один из самых больших за всю жизнь. Для меня стало большим уроком то, что любая договоренность с ребенком, насколько бы она в моих глазах не была железнобетонной, на нее нельзя положиться. Мы не можем ребенка от всего защитить, но научить его действовать максимально правильно, выходя за рамки ситуации, это наша родительская обязанность. Я вышла на улицу, смотрю, ее нет. Бабушка ушла гулять с собакой и пропала. Где-нибудь упал и не может встать, и там лежит. Произошло там что-то такое страшное. Я отгонял от себя эту мысль, но она так навязчиво возвращалась. С Лидией Павловной мы две сестры. Она умная, такая добрая. Закончила институт полиграфический, потом стала преподавать в полиграфическом институте химии. Она в 20 лет вышла замуж. Вот у нее Борис Николаевич Никольский. Работал на радио, то есть на чешском языке он рассказывал о Москве. У них очень была дружная семья, 48 лет. Они прожили. Лидия Павловна пережила его уход, конечно, очень тяжело. У Лидии Павловны детей не было, то есть она всю любовь отдала моим детям. Она Павлову, моему младшему сыну, отдала, в общем, ну, всю себя. Лидия Павловна я воспринимаю там гораздо ближе, чем просто тетя. То есть для меня она, ну, отчасти как вторая мама. Лидия Павловна у нас была очень активная. Она, то есть театры, музеи, куда-то надо ездить за город. Она не сидела на месте. Очень такая энергичная. Когда ей было 80 лет, ей подарили той терьера. Вот, потому что она любит очень животных. Собачку зовут Маруся. А вот этот дом мы снимаем. Это не наш дом. Это мы живем здесь, в общем, пока временно. К нам часто приезжают сюда внуки. В начале августа я как раз была в Москве. Потом я приехала. Я сидела на кресле и немножко задремала. А в это время она собралась гулять с собакой. И когда я открыла глаза, было без 15,5. И мне что-то вот как-то, не знаю, вот думаю, что-то долго она гуляет. Обычно она, ну, 20 минут. И ходит она вот по этой дороге. То есть, чтобы я иногда ее голову вижу через окно. Я вышла на улицу, смотрю, ее нет. Обычно вот она до забора доходит и поворачивает обратно. А здесь ее нет. Уже начала как бы, ну, нервничать сильно. Я метаться стала и не знала, куда выбежать. Звоню я Павлу и говорю, Паш, Лида пропала. Мне позвонила мама. Я был на работе в Москве. Из Москвы поехал сюда. Пока добрался, время было уже ближе к вечеру. Мама очень была в таком нервозном состоянии. Ее саму пришлось успокаивать какое-то время. Потому что, ну, понимали, что Лидия Павла никуда не могла там вроде бы деться. И в то же время, ну, такое продолжительное время, к тому моменту, наверное, уже там пять часов ее не было. Случилось, ну, что-то такое непредвиденное. Соседка посоветовала позвонить в Лизу Алерт, сообщить об этом. Поезд мы стартовали в районе 11 часов вечера. К моменту этому уже готов был прозвон родственников. Когда мы работаем с заявителями, иногда они недоумевают, почему мы не бросаем все и не бежим искать человека. Зачем мы спрашиваем, где он работал там сто лет назад. А на самом деле это очень важная информация, и она иногда помогает нам найти человека. Например, бабушка ушла куда-то из дома, и мы спрашиваем ее там предпочтение молодости и точки привязки. И выясняется, что она работала, например, на бетонном заводе и ходила туда, на этот бетонный завод, в свои 24 года через лес. Постоянно по одной и той же тропинке в течение пяти лет. Сейчас бабушке 85. Родственники не понимают, зачем нам эта информация, но мы бабушку находим в пяти метрах от этой тропинки в лесу. Проблема с памятью – первый признак деменции. Деменция приобретена на нарушение функций головного мозга. В 50 вероятность деменции, там, ранее 6%. А при возрасте 90 лет вероятность деменции 86 либо 87%. Мы примерно понимали, что произошло. То есть мы знали, что бабушка ушла гулять с собакой и пропала. Мы заказали карты, подготовили ориентировки и обратились с призывом к нашим добровольцам приезжать на этот поиск. Версии были, что собака убежала, и бабушка могла за ней пойти, пытаться ее искать. Если пройти по этим улицам, здесь достаточно много опасных мест для пожилого человека, куда можно споткнуться, упасть. Мы поехали по поселку, по ближайшим улицам, там, где есть какие-то заросли, кустов. Мы останавливались, выходили из машины, опять окликали собаку или там Ледь Павловну. Если кого-то встречали, то спрашивали, не видели ли они бабушку с маленькой собачкой. Ну, к сожалению, никто не сказал, что ее увидел. К тому моменту стало уже темнеть, и в том году вечер был довольно холодный. Мы стали переживать, что сейчас, если она где-то там упала, и она замерзнет. Приехавшие поисковики разделились на две группы и отправились на осмотр территории. Мы ездили, наверное, часов до трех-четырех ночи, то есть мы все время увеличили радиус поиска. Было немного уже не по себе, что казалось, что произошло там что-то такое страшное. Конечно, на нервах очень уставшие. И вот такая какая-то уже немножко безысходность начиналась. Родственники уже устали, отправили спать. Сами продолжили работу, продолжили патруль, продолжили оклейку. Параллельно с этим шла инфоработа большая. Группа коротких прозвонов занималась обзвоном больниц, станции скорой медицинской помощи. Прозванивали всех, нигде нашей пропавшей не было. Такое уже немножко было отчаяние. Я больше всего боялся, что если она там случайно упала, то просто до утра она замерзла. Я отгонял от себя эту мысль, но она так навязчиво возвращалась. Одна из версий наших была, что все-таки пропавшая наша могла уехать. Потому что люди дезориентированные, их часто тянет на прошлые места работы, на прошлые адреса. Начали звонять больнице Москвы. И вот так группа коротких прозвонов, где-то в районе, наверное, половины шестого утра, мне позвонила инфорпоиск, она сказала, Нина, нашли, наша! Разбудили родственников. Не верилось им, что это Лидия Павловна, потому что далеко. Это другой конец Москвы. Непонятно, как там оказалось. Я стал спрашивать, почему вы решили, что это Лидия Павловна. Волонтер сказала, что бабушку с собачкой обнаружили на Ярославском вокзале. Это уже был такой радостный момент, потому что вероятность отсюда ехать на электрический, на Ярославский вокзал, собачка, той терьер. И то, что Лидия Павловна назвала свою фамилию в больнице. Ну, это даже до какого-то момента все равно не очень верилось, что это она. Был какой-то такой трепет. Девочки, спасибо им большое. Сотрудницы, медсестры, вышла с ориентировкой, говорит, да, точно она. Мы с родственниками стояли из лифта. Лифт открылся, и вышла Лидия Павловна. Она была в таком, ну, немножко шоковом состоянии, увидев меня, безумно обрадовалась, обняла, там, расплакалась. Я, наверное, расплакался тоже. Когда вот он результат, и вот она живая стоит перед нами, не передать ради этого все. Собачка я шла. Пошли гулять с ней. И когда гуляли, по одной торопе пошла. В общем, Лидия Павловна решила поехать на электричке прокатиться. Здесь у нас нет турникета, поэтому она без проблем вошла в электричку. Села и сидела. Но здесь как-то редко ходят контролеры. Ну, может быть, если и был, то посмотрели. Наверняка, что она пенсионерка. В большинстве своем люди не знают, как помочь дезориентированному человеку. Поэтому они не останавливаются, они не тратят минуту для того, чтобы вникнуть и понять, что с человеком что-то не так. Они покупают ему билет на транспорт. Они по своей карточке пропускают человека в метро. И мы таким образом получаем территорию поиска гораздо большую, чем она могла бы быть. Чтобы облегчить поиск такого человека, обязательно, чтобы во всей одежде были записки с личными телефоном родственников. Контактные данные, адреса, имя. В случае нахождения человека по ним легко найти родственника. Получилось так, что она на вокзал приехала, она же мне взяла карточку москвича. И когда она стала через турникет проходить, ее не пускают. Она говорит, пропустите меня. Они говорят, нет, идите в полицию. Я, наверное, хворолалась домой. Просила их, я домой, 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 домой. Они говорят, уже ночь, уже 11 часов. И спрашивали меня, где вы живете, на какой улице. А я вот тут забыла, на какой я живу. К улице. Как правило, если человек дезориентирован, это становится понятно после нескольких вопросов. Они часто не могут ответить, какой сейчас год. Не всегда могут назвать свое имя. Действия правильные, простые, абсолютно. Вызвать полицию, вызвать скорую, дождаться их приезда. Узнать, в какое медицинское учреждение, например, человек отвезут. Позвонить нам на горячую линию и сообщить, что вы нашли дезориентированного человека. Все было хорошо. Прошло почти 11 месяцев. И тоже она пошла гулять. Вышла, смотрю, ее нет. Это было половина десятого утра. Я побежала сразу. Пошла переоделась и побежала сразу на станцию. Подходила к станции, то два поезда в разные стороны проехали. И на станции уже, естественно, никого нет. Я на станцию бегала раз пять. Ну, естественно, позвонила Павлу и позвонила Никите, это старший внук. Он говорит, ба, мы сейчас выезжаем. Старший сын на машине поехал сюда, направду. Ну, так как большие пробки, он уже еще не успел даже доехать, как мне сначала позвонили опять из Лизы Алерт. Сказали, что, предположительно, ваша тетя около магазина Пятерочка на улице Льва Толстого, которая здесь рядом находится. Позвонил Павел и говорит, мам, Лида нашлась, иди, она там сидит с Пятерочкой. Мама отправилась туда, и, да, к счастью, действительно, Лидия Павловна была там. И так это все, в общем, благополучно разрешилось, без дальних поездок, без организации масштабных поисков. Большинство людей не знают, что делать с человеком, который потерялся. Это может быть дезориентированный человек, который не знает, куда ему идти. Это может быть взрослый ребенок, кто угодно. Именно для таких случаев с апреля 2019 года действует совместный проект сети магазинов Пятерочка и поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Проект островок безопасности реализован во всей России. В любом магазине сети Пятерочка можно обратиться к сотрудникам, которые окажут помощь. Я в зале находилась, а в коридоре стояла бабушка. Я вышла, она забилась в угол, стояла в углу. У нас была собачка такая, ну, не знала, куда идти. В этот магазин я пришла и сидела вот там, ждала, пока моя сестра не приедет за мной. Вот он, этот островок, отмечен оранжевым цветом для того, чтобы людям было заметно, тем, которые хотят обратиться к нам за помощью. Я провела бабушку в эту зону, усадили ее на стульчик, дали ей водички. В рамках проекта «Островок безопасности» весь персонал торговой сети Пятерочка проходит специальные курсы, где узнают, как определить безориентированного человека, какие контрольные вопросы задать. И у них есть четкие инструкции, что делать в этой ситуации. Она начала задавать контрольные вопросы, то есть, как ваше имя, где живете, там, дата рождения. Она назвала свое имя, да, четко. Год рождения она как бы путалась, вспоминала. Где она проживает, сказать не могла, просто сказала «Москва». Когда я поняла, что бабушка потерялась, то есть, позвонила на горячую линию «Биза-алерт». Вот. Там уже волонтер мне подсказал дальнейшие действия. То есть, вызвали полицию. В таких ситуациях очень важно действовать быстро, оперативно. Во время второго поиска уже через 20 минут мы нашли контакты родственников Лидии Павловны, которые остались у нас в базе после первого поиска. Вот. В этот магазин я побежала. И я, когда шла, то я думаю, ну, как же так? Я там была два раза. Как мы с ней могли разменуться, если она там? Через час Лидию Павловну мы вместе с сотрудниками магазина передали родственникам, они встретились. Когда мы помогли бабушке, я увидела, что проект работает. И что можно помочь не только одному человеку. Вот. Как бы самой захотела стать волонтером. Я думаю, что это очень важно. Теперь я гуляю с Марусей. Вот. Утром и вечером. А ее уже не отпускаем. Теперь я осторожна. Время упущенное, ну, действительно, может привести к какой-то фатальной ситуации. Чем больше людей будут знать о том, что есть место, куда можно обратиться в случае пропажи родственника, тем больше там вероятности, что в кратчайшие сроки потерянный человек снова вернется домой. Здесь редко откликаются на голоса. Спустя тишину идет отряд поисковый. Ты мне никто, ведь я никто себе сам. В одном подъезде пожизненно незнакомы. Трана глухих лесов, закрытых людей. И где бы вдруг не оказался ты, оказался нигде. Так тяжело насильно заглядывать в плитца. С миром наедине так легко заблудиться. На квадратный мир нарезать, это наша связь. Как мы слышим, нескучный, без адресный вызов. Как ищаться через бездну ты уже нашлась. Только как перестать нам искать тебя, Лиза? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!